Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаево-Черкесия. События понедельника в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Вернуться к привычному укладу жизни поможет только массовая вакцинация, заверяют медики. Как проходит прививочная кампания в Малокарачаевском районе. Известный конезаводчик, успешный предприниматель, создатель Центра восстановления лошадей карачаевской породы, депутат Народного собрания, не стала Хасана Сопогарова. В стране продолжается всероссийская перепись населения. Можно пройти на сайте госуслуги. Во всех многофункциональных центрах гражданам помогают волонтеры. Лучи так ярко грели, вода и сна тепла. Причудницы форели в ней мчатся, как стрела. В живописной долине Урупского района расположилось уникальное форелевое хозяйство. Сегодня в Карачаево-Черкесии началась рабочая неделя после продолжительных выходных. И это не отменяет всех санитарно-эпидемиологических ограничений, которые действуют в регионе с 27 октября, сказал глава Рашид Темреза. И на сегодня цель обеспечить безопасность людей и снизить скорость распространения коронавирусной инфекции. Эпидемиологическая ситуация как по стране, так и в нашем регионе остается непростой. Как говорят специалисты, такого подъема заболеваемости не было ни в первую, ни во вторую волну пандемии. Еще одно отличие от первых волн – это высокая контагиозность мутации вируса и то, что у большинства людей заболевание протекает с осложнениями. Вернуться к привычному укладу жизни поможет только массовая вакцинация, заверяют медики. И времени на раздумья, к сожалению, уже нет. Как проходит прививочная кампания в Малокорчайском районе и какова там эпидситуация, узнавал наш корреспондент Ахмат Халкечев. На сегодняшний день единственный способ обезопасить себя и своих родных, а также раз и навсегда победить коронавирус – это вакцинация. Вернуться к привычной жизни получится только тогда, когда появится коллективный иммунитет. Ну а для того, чтобы этот коллективный иммунитет выработался как можно быстрее, необходимо привить не менее 70% населения. Хоть число привитых выросло, к сожалению, до показателей, при которых можно было бы говорить о стабилизации ситуации, не дотягивает. Лично на примере своей матери. Она была провакцинирована. Прошло 6 месяцев после вакцинации. Мы хотели делать ревакцинацию, но так случилось, что она заболела. У нее 3 дня была мигрень, озноб, насморк. Все, больше никаких симптомов не было. Я ее пролечил просто противовирусным препаратом от них и кроворазжающим. Мы даже и КТ-исследования не делали, так как показаний к КТ-исследованию никаких не было. Количество КТ-исследований каждый день варьируется в пределах от 50 до 70. В госпиталь направляем в разы больше людей, чем весной и осенью 2020 года. С досадой резюмирует замглавврача Малокарачаевской ЦРБ Ислам Жатоев. В этой ситуации вся надежда только на сознательность населения, что люди все же начнут более ответственно соблюдать меры эпидемиологического режима и перестанут принимать всерьез мнение так называемых горе-экспертов. За один день у нас с района была максимальная госпитализация 16 человек. Это было буквально две недели назад. На этой неделе за всю неделю было 59 госпитализаций. Это абсолютный антирекорд для нашего района. Даже в период первой волны 59 госпитализаций за неделю у нас не было. Наша страна единственная во всем мире. И на сегодняшний день создалось 4 вакцины от коронавируса. Благодаря оперативной и весьма профессиональной реакции отечественных ученых-вирусологов в нашей стране каждый может выбрать тот препарат, который, по мнению врачей, соответствует его физиологическим особенностям. Я не говорю, что эти люди не болеют. Они заражаются. Но опять же, есть примеры. Вот привились кое-вак короны. Отец семейства привился. Через месяца полтора семья вся заболела. В том числе отец тоже был положительный. Но он протемпературил один день. Он остался дома. А члены семьи, которые были еще в контакте, но заболевшей мамой, включая маму, поехали в госпиталь. Перед тем, как поставить вакцину, человеку всего лишь нужно проконсультироваться у своего участкового терапевта. Если на момент принятия решения привиться, не наблюдается каких-либо симптомов простудных или вирусных заболеваний, и самочувствие не вызывает никаких сомнений, то можно смело вакцинироваться. Ну а те, кто боится возможных противопоказаний, могут сдать анализы у аллерголога. Ахмат Калкечев, Расул Бертиев, Вести Карачаева, Черкесия, Малокарачаевский район. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 28 191 человек. Из них 24 527 выздоровели, 902 человека госпитализированы. Печальная весть. На 1955 году ушел из жизни депутат 5-го и 6-го созывов Народного собрания, заместитель председателя Комитета по экономической политике и предпринимательству Хасан Сулпагаров. Об активном общественнике и меценате, нервно-пнадушном к чаяниям народам, материале Мурата Джанкиозова. Все, кто знал Хасана Сулпагарова, отмечали его особенное качество – выкладываться на 100% без остатка. Именно это свойство характера позволяло ему добиваться поставленных целей. Неоценим его вклад в возрождение племенного коневодства. На базе своего фермерского хозяйства он создал Центр восстановления лошадей карачаевской породы. Был организатором многих конных выставок и состязаний. Это было дело, которым он горел. Карачевская лошадь практически не болеет. Мало кушает, много работает, очень выносливый. Никакие болезни их практически не берут. Поэтому люди тоже начинают понимать, что ездить на лошади с хорошим ходом, с быстрым шагом, с мягкой спиной, с крепкими суставами, с копытным рогом, как камень, ездить намного комфортнее. Хасана Салповарова я знаю где-то лет 15-17. Я лично считал и считаю, что он один из ярких личностей Карачаева-Черкесии. Как вы сказали, один из достойных сыновей народа Карачаева-Черкесии. Он как коллега парламентарии, да и вообще как человек занимал очень активную позицию в жизни во всех направлениях. Как депутат был очень активный, никогда равнодушно не был к тем людям, которые вокруг него в своем селе, в районе и так далее. В народном собрании Карачаева-Черкесии Хасан Салпагаров работал в двух комитетах, где его опыт, знания и неформальное отношение к делу очень ценились. Хасан Ковыч-Биевич был известен как активный общественник и меценат. В трудное время пандемии он оказал поддержку многим землякам, обращавшимся к нему за помощью. Как представитель социально ориентированного предпринимательства, он помогал социальным и медицинским учреждениям, ковидным госпиталям, детям, старикам. Это человек с большим кругозором и настолько грамотный, настолько умный, насколько он еще порядочный. А человек, который имел большую душу, красивое сердце и был добр ко многим, ко многим. Человек, когда делает добро людям, это всегда запоминается. Хасан Салпагаров и я вместе работаем в парламенте. Второй созыв. В этом созыве он был членом нашей фракции. Мы работали в одной фракции. Мы много времени проводили вместе и за депутатской деятельностью, и вообще много взглядов наших друг с другом очень совпадали. От лица парламента Карачаева-Черкесской республики хотел бы выразить соболезнования близким родственникам и близким Хасана Салпагарова. Это большая потеря и для парламента республики, и для жителей Карачаева-Черкесской республики. Для меня лично это невосполнимая потеря, конечно. Жизнерадостный, активный и щедрый человек, прекрасный семьянин, патриот, надежный друг и товарищ. Он запомнился всем своей неуемной энергичностью и умением жить. Мураджан Йозова, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура ночью 3-8, в горах минус 2 плюс 3. А днем 17-22 градусов тепла и местами до плюс 16. В Черкесии без существенных осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура ночью 6-8, а днем 20-22. Это Большие Вести. В прямом эфире мы продолжаем. В России продлили сроки переписи населения в онлайн-формате. Напомним, она продлится до 14 ноября. Граждане могут пройти перепись на портале госуслуг. Жители Карачаева-Черкесии, которые по каким-либо причинам затрудняются, могут обратиться к волонтерам. Альбина Ламкова продолжит. Волонтеры работают во всех многофункциональных центрах республики, помогая людям пройти всероссийскую перепись населения. Добровольцы разъясняют общие вопросы о переписи. Рассказывают, как пройти ее онлайн или самостоятельно запомнить анкеты через портал госуслуг. Для этого гражданам нужно иметь учетную запись на портале. Если ее нет, то волонтеры помогают зарегистрироваться на госуслугах и пройти перепись. Для молодого населения волонтерство достаточно серьезный этап. И это хорошая возможность получить опыт и практику в какой-либо деятельности. Официально я буду принимать до 8 ноября, стараться помогать. Это входит в рамки моих допустимых по возможности времени. Достаточно много людей считают прохождение переписи серьезным главным этапом в их жизни. И стараются отнестись к этому достаточно серьезно. Волонтеры оказывают помощь по переписи населения в МФЦ по смену. Все ребята прошли обучение. Я считаю, что перепись населения для нашей страны очень важна. Это учет всех граждан на территории нашей страны и на территории нашей республики. Министерством туризма, курортов, молодежной политики совместно с региональным ресурсным центром был сформирован штаб волонтеров в количестве более 50 человек. Волонтеры оказывают помощь. У всех волонтеров имеются средства индивидуальной защиты. Волонтеров можно опознать по бейджикам, наделены формами. Даже если не будет волонтеров в здании МФЦ, специалисты ведомства тоже оказывают помощь населению в прохождении переписи. В соответствии с указом главы с 27 октября все МФЦ перешли на предварительную запись. То есть оказание государственных и муниципальных услуг осуществляется по предварительной записи. При этом переписные пункты работают в обычном режиме. То есть вы не надо записываться, как обычно приходите по живой очереди, вас принимают, если именно вопрос касается переписи. На основе собранных от граждан сведений государство планирует бюджеты регионов, населенных пунктов, выстраивает стратегии развития экономики страны, собирает демографические данные. Уникальное форелевое хозяйство расположилось вдоль по течению горной реки в одной из живописных долин Рубского района. Благодаря оказанной господдержке сельскохозяйственный снабженческо-бытовой потребительский кооператив «Ресурс» выращивает до 30 тонн рыбы в год. И это не предел. В хозяйстве намерен в два раза увеличить объем рыбной продукции. В чисто горной водице поймать золотую рыбку попытался и наш корреспондент Мураджин Кёсов. Форель – один из самых вкусных и дорогостоящих сортов рыбы. В сельскохозяйственном кооперативе «Ресурс» занимается выращиванием радужной форели. Она привычно холодным температурам, имеет ряд преимуществ. Мальки весят не более 30 граммов, благодаря чему их проще содержать в молодом возрасте. Всего за год рыба способна вырасти до 125 грамм, а молодые самки могут принести до 800 икринок. Форелевое хозяйство было создано в 2010 году. Сначала выращивали рыбу своими силами. Сложность заключалась в климатических условиях. Из-за быстрых перепадов температур рыба растет медленно. Вода то холодная, то грязная. Потому возникла необходимость внедрения современных способов выращивания. Выходом стало строительство предприятия замкнутого водоснабжения. Подобные технологии используются в Ростовской области. Наладили связи, все подсчитали и подали заявку в Минсельхоз Республики. Особую благодарность только главе Карачао-Черкесии, Рашиду Борисовичу Тимрезову, правительству и Минсельхозу. Они нам удовлетворили нашу заявку, так как мы официально зарегистрированы, официально работали. И мы получили грант в 2018 году. Создали рабочие места. На сегодняшний день у нас 8 человек работает. Благодаря современным технологиям вода в бассейне очищается и наполняется кислородом. Температуру можно регулировать самостоятельно. И риск внешних загрязнений сводится к минимуму. А для полноценного питания форели используются специальные корма. Форель, она вообще хищник. И поэтому мы используем определенные корма для ее роста. Перерабатывающий кооператив скоро достигнет в своей работе полной мощи. Уже закупили упаковочную машину, есть охладители, морозильники. Приобрели специальный автомобиль для транспортировки живой рыбы. На сегодня в хозяйстве выращивают 25-30 тонн форели в год. А в планах довести продукцию до 50 тонн. Таким был этот день 8 ноября в Карачаево-Черкесии. Прямо сейчас долгожданная премьера масштабной исторической драмы «Седьмая симфония». Приятного просмотра и ждите вестей. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»